Многие из нас, находясь в здравом уме и трезвой памяти, мечтают переехать хотя бы на лето в загородный дом, отдохнуть от смога и шума, столпотворения людей и автомобилей. Это в первую очередь говорит о неопытности романтиков, которые живут в Чите, но не понимают, что до заветной дачи еще нужно добраться. Жители Садового некоммерческого товарищества «Станкостроитель» Черновского района недавно узнали, что остались без автобусного перевозчика на это лето. У нас где-то в пределах 60 домов находится зимой, даже есть с пропиской. И дети в школу ходят отсюда. А летом? Ну, летом-то тут у нас за 300 бывает. У нас вот с двух кооперативов где-то в пределах летом 500-600 членов проживающих. От конечной ближайшего 130 маршрута до последней остановки СНТ «Станкостроитель» внушительное расстояние. И это серьезное испытание для пожилых дачников, коих здесь большинство. От края от нашего где-то в пределах трех километров будет. Ну, а старушка Ильич Вилли, ну, сами понимаете, дойдет что ли, или с ребенком. Или же в тот же магазин приедет. Как она с этим идти-то будет? У нас магазинов на наша территорию вообще нет. Дороги в товариществе, конечно, оставляют желать лучшего, но вполне проходимы. Председатель о них заботится. Периодически на взносы дачников нанимает грейдер. Но главное это Черновский район. А следовательно, часть городского округа город Чита и вотчина Василия Турсобаева. «Не забывайте, что здесь у нас кооператив, в основном пожилые люди. Вот ведь что. Я вот все время смотрю порой. Бабульки, так они идут кое-как. Они сами-то идут кое-как. Да еще эти сумки несут. Как? Без автобуса я даже не представляю». «А пенсионеры, потому что это и мечта вырваться из города и жить в тиши?» «Да, да не только, мне кажется, даже пенсионеры. Вот понимаете, когда наступает сезон осени, за грибами едут люди, за ягодой едут люди. А как вот добираться?» У нас, если мечта хоть немного зависит от чиновников, за нее еще нужно бороться, преодолеть массу трудностей. Местные жители неоднократно обращались в администрацию города с просьбой найти им автобус. Результат предсказуемый. Но почему перевозчик бросил этот маршрут? «Я написала заявление, все, я завершила предпринимательскую деятельность. В связи с тем, что я на пенсию, на пенсии 30 лет отработала. Поэтому вот каким-то таким образом, то есть в комитете городского хозяйства есть мое заявление о завершении. Значит, я не знаю, комитет городского хозяйства вопрос этот решает». В комитете городского хозяйства от нас потребовали письменного запроса. Хотя здесь и так многое понятно. Дорога в СНТ непростая. Здесь сложно разъехаться двум автомобилям, а общественному транспорту и подавно. Хотя это не мешало предпринимателю до недавнего времени, как мы услышали, возить людей. Разумеется, наши чиновники суетиться и искать перевозчика на 131 маршрут или делать дорогу не будут. Редакция подготовила официальный запрос на имя председателя комитета городского хозяйства городского округа город Чита Марины Поповой, чтобы до конца прояснить, появится ли на данном маршруте перевозчик. Как показывает практика, все вопросы решаемы. «Мы обоюдно вопрос там решали, то есть автобус ходил. Но сейчас не знаю, чем они руководствуют комитет городского хозяйства, потому что надо искать транспорт, надо искать перевозчика. У них время ей было найти перевозчика». Это мечта – жить за городом, практически в лесу, в своем доме или на даче. Но для многих это так и остается грезами, потому что есть факторы, которые преодолеть практически невозможно. Наших чиновников, например. Сергей Болтян, Юрий Житлухин, Матвей Насаев, ЗАП-ТВ Интер pest и Продолжение следует...